По статистике, заболеваемость ОРВИ, как правило, подразделяется на межсезонные промежутки. Это конец зимы, начало весны, осенние месяцы или переменчивая погода. Каждый год, сталкиваясь с этим вирусом, врачи борются с этой проблемой. Однако в этом году ситуация по гриппу в Галском районе остается стабильной. По словам медсестер детских садов и общеобразовательных школ района, данный факт подтвердил, что опасения для карантина нет. Симптомы ОРВИ, конечно же, наблюдаются, но в небольшом количестве. Скажи, пожалуйста, сколько детей в данный момент посещает садик? В нашем детском саду с 2018 года по 2019 год количество детей составило 120. Из них в январе месяце 2019 года посещаемость в среднем 86 детей. То есть проценты соотношения – это 72%, которые в данный момент ходят дети в детский сад. Исходя из того, что были высокие показатели, мы не рассматривали закрытие детского сада на карантин, так как 20% детей болели ОРВИ и ОРЗ. У нас в школе учатся 572 ученика. И когда отсутствует 60, 62 ученика, в общем-то, это не показатель эпидемии. Сегодня тоже, например, отсутствует в школе 66 учеников. Мы каждый день ведем учет учащихся. И вспышки, чтобы закрыть школу на карантин, пока такой вспышки нет. Не знаю, что будет завтра, но на сегодняшний день такая ситуация. Посещаемость нормальная этот год. Нет вспышки гриба. Дети до 90% входят в школу. В этом году нормальная посещаемость есть, чем прошедший год. Обычно риск заболевания грибом увеличивается с осени до весны. Однако тенденция к увеличению заболеваемости за последний период времени не отмечена. Посещаемость детей, то есть обращение по поводу заболевания у нас в этом году не больше, как при сезонном гриппе. У нас каждый год обычно с осени до весны увеличивается количество заболеваний. И обращаемости детей по поводу различных заболеваний, в том числе ОРЗ или ОРВИ. В прошлом году можно сказать, что даже было больше обращений, чем в этом году. Тенденции к увеличению заболеваемости мы не отмечаем. В то же время, по словам терапевта Мананы Колбая, в случае вспышки ОРВИ больница готова оказать медицинскую помощь, обеспечить всеми необходимыми медикаментами. В этом году обращаемость по поводу гриппа у нас очень маленькая по сравнению с теми годами. В этом году с свиным гриппом никто не болеет. У нас есть случаи острыми респираторно-вирусными заболеваниями. Для зимнего сезона заболеваемость ОРВИ очень низкая. Если будет вспышка, наша больница готова. У нас есть все необходимые медикаменты. У нас есть антивирусные, есть антибиотики в достаточном количестве, чтобы оказать помощь людям. Как известно, вакцинация предотвращает вероятность заболевания гриппом. Однако в этом году, по словам детского педиатра, она не была проведена, в отличие от предыдущего года. Но в целом это не отразилось на здоровье граждан. Для детей вакцинация против гриппа к гриппу у нас не была выделена. Мы получили вакцинацию против гриппа для медперсонала. Это было определенное количество. И, в общем, так не прививались дети. В былые годы у нас было гриппо, которое мы ставили детям. И как бы профилактика гриппа была. Остальные вакцины, другие, которые идут плановые по календарю, мы имеем в достаточном количестве. Бесперебойно мы его получаем с Винздрава. Не было массовости такой, чтобы были дети там скученности в садах, в школах. Такого не было. Ежегодно мы сталкиваемся с вероятностью заражения гриппом. Практически любой человек может заболеть, но также может самостоятельно повысить свой иммунитет. Благодаря здоровому образу жизни и ряду профилактических мер. Берегите свое здоровье. Это главное богатство для каждого человека. Анжела Хасая, Гила Закара, Борис Цацуа, Гал ТВ.